Смотрите в программе. Только макароны и только сосиски. Почему ребенок не ест нормальную еду? Семь правил безопасного прикорма. У ребенка болит живот. Рекомендации гастролога. И рецепт. Сердечная булочка по-домашнему. Мой ребенок ничего не ест. Или ест только что-то одно. Проблема, которая вызывает огромную тревогу у многих родителей. И разрешить эту проблему нам сегодня поможет консультант по прикорму и психологии пищевого поведения детей Оксана Карабаджак. Оксана, добрый день. Всем здравствуйте. Оксана, я понимаю родителей, которые переживают и нервничают по поводу детского питания, потому что с одной стороны вроде бы из каждого утюга звучит «не заставляй ребенка, не корми его насильно», с другой стороны смотришь на него и думаешь, не умрет ли он с голоду, худенький, несчастненький. Вот где найти тот баланс, чтобы и травму не нанести, ну и чтобы ребенок не был голодным? Очень хороший вопрос. Лесь, давай разберем здесь несколько основных моментов. Первый. Действительно, никогда не следует заставлять ребенка есть. Второй момент. Тоже хочу сделать акцент на фразе «проголодается поезд», потому как если мы говорим про малоежек, если это использовать как метод для того, чтобы ребенок потом с радостью бежал за стол, то, к сожалению, это миф, это не работает. И у меня тоже в практике были такие случаи, когда мама, уже перепробовав все, что можно перепробовать, она оставляла ребенка как следует проголодаться на пять, на шесть часов без еды, но в результате она получала либо голодную истерику, либо нежелание идти за стол. И вот здесь, если говорить о помощи всем, да, и маме, и малоежке, то здесь нужно искать не баланс, а здесь нужно искать причины. И вот это очень важный момент, потому как именно понимание причин, что лежит в основе того, что ребенок не ест. Это очень важно, потому как, когда мы будем понимать все причины, то мы сможем найти ту самую стратегию, благодаря которой у нас получится добиться положительных результатов. Мы с тобой за кадром до записи говорили про то, что у плохого аппетита детей много причин, и ты сказала, что их практически сто. Естественно, все мы их в студии сегодня не назовем, но дай хотя бы несколько, вот за что зацепиться, потому что я понимаю твою логику. Как только у тебя появляется понимание причин, сразу же вот этот маршрут действий прорисовывается, и ты понимаешь, куда идти и с чем работать. Совершенно верно, да, действительно, причин около ста. Можно даже выделить группы с причинами, да, то есть сюда можно выделить медицинского характера проблемы. Это когда у ребенка проблемы со здоровьем, всевозможное дефицитное состояние, бывает слабый мышечный тонус, и часто такие дети у нас с хроническими запорами. Бывает рефлюкс, когда ребенку больно есть, он не наедается до конца, да. Бывает много различных проблем, связанных с состоянием здоровья ребенка. Следующая группа причин, да, это причины, которые связаны с когнитивным развитием, с возрастными особенностями, потому как, если брать статистику, каждый третий ребенок в год и каждый второй ребенок в два года отказываются от хиты, да. То есть что-то не так, да, в возрастных периодах развития, это тоже важно. Это тоже нужно учитывать. Далее бывают группы причин, которые связаны с, элементарно, с организационными параметрами, да, то есть с организацией прикорма. Это может быть и режим неправильный, да, или кусочничество, то же самое, когда ребенок каждые 5-10 минут бегает с едой во рту, полноценно не наедается. Это тоже причина, да, может быть. Мамина тревожность, да, тоже такой важный, важную роль такую, да, тоже играет. Мне кажется, Оксана, еще вокруг еды вообще очень много родительского негатива. То есть сначала мы заставляем ребенка, потом сначала сядь за стол, потом доешь до конца, чего не доедаешь тебе, что не нравится, как мама готовит, чего ты опять оставил кусок в тарелке. То есть чаще всего за столом, когда семья садится, и если вообще ребенку повезло, и он еще за этот стол попал, потому что обычно почему-то ребенка кормят отдельно. Редко бывает, что какие-то позитивные разговоры, в процессе которых семья ест. Обычно вся семья над ребенком нависает, как соколы такие, и вот все только и следят за тем, как он принимает эту пищу. Это тоже влияет на аппетит? Да, конечно, это очень влияет. И благоприятная атмосфера – это один из тех самых маленьких элементов в большой картине пазла, когда мы все складываем на места, и вот благоприятная атмосфера тоже играет очень важную роль. Важно все на самом деле. То есть если мы говорим про малоежек, то мы всегда должны понимать глубину проблемы. Потому как на сегодняшний день есть большая проблема, есть такой диагноз – орфит, термин появился 10 лет назад, но проблемы и в старые просто по-новому теперь называются. И даже в постановке этого диагноза существует большое количество противоречий, несоответствий, потому как мы не можем на сегодняшний день до сих пор четко, лаконично и понятно объяснить, рассказать, кто же такой вот ребенок с диагнозом орфит. Если говорить про градации малоежек, то бывают разные стадии. И бывает даже часто так, и в моей практике, что мама говорит, у меня ребенок малоежка, мы с ним общаемся, оказывается, он как бы не малоежка. Он нормальная ешка, просто в маминых представлениях его порции должны быть значительно больше, правильно? Совершенно верно, да. То есть либо мама представляет себе огромные порции, либо у ребенка сейчас прорезываются зубы, либо в период активной жары летом, когда есть не хочется, такое бывает, либо в период перевозбуждения активного, когда пришли бабушки, дедушки вместе играли, либо выбился из режима, либо летели куда-то в полет, либо в отпуске, новая смена обстановки. Это какие-то разовые такие случаи, которые в целом на общую картину поведения за столом не влияют, да, то есть переживать, тревожиться, ну как бы не стоит, да, поводов для беспокойства нет. Вот, если говорить уже о таких звоночках, да, когда следует обращаться к специалисту, есть тоже разные градации, есть, например, избирательный едок, или в англоязычной литературе он называется picator, это ребёнок, который, скажем так, уже начинает отказываться от ряда продуктов, в рационе у такого ребёнка где-то 20-30 продуктов в неделю, он обладает, характеризуется такой сенсорной чувствительностью к ряду текстур, запахов, цветов, да, то есть вот это всё уже начинает проявляться. Это примерно ребёнок около, ну, возрасте до двух лет, да, и в основном это проявление таких возрастных каких-то изменений. Следующая категория более глубокая, да, то есть если с этим ребёнком, по статистике тоже интересная информация, где-то 36% таких детей, опять же, там по разным исследованиям, там от 15 до 50 в среднем где-то 35-36%. Из этих 36% где-то 44% после двух лет перерастают, как бы, да, выходят из этого состояния и начинают как бы есть всё подряд. А вот оставшаяся, да, категория детей, они переходят в следующую стадию, и уже их называют проблемитерс, это проблемные едыки. У таких детей уже сужается рацион ещё больше, да, то есть там где-то 10-15 продуктов в неделю. У таких детей уже более ярко выраженные, скажем, предпочтения в еде, то есть если не люблю какой-то продукт, то там ни под какими предлогами уже его пробовать не буду. Это ребёнок, у которого уже, скорее всего, какие-то дефициты, возможно, отставание в развитии. Это ребёнок, который, в рационе которого отсутствует одна и более пищевых групп. То есть, например, не ест никакие злаки, либо не ест никакие овощи, фрукты, да, то есть в долгосрочной перспективе, конечно же, это очень неприятная картина, такая история, когда нам нужно работать с ребёнком для того, чтобы восполнять его рацион нужными. Поясни мне, Оксана, вот ребёнок рождается уже вот с этой, знаешь, нелюбовью к мясу, к овощам, к рыбе, к молочке, или всё-таки какие-то определённые действия родителей приводят к тому, что появляется вот эта избирательность, а потом ребёнок становится трудным едоком? Ну, на самом деле, если говорить про родителей, есть такое исследование, которое говорит, что от 3 до 7% родителей, ну, совершают какие-то вот ошибки, причём много совершают, да, так что вот ребёнок действительно нет. Мало, а 3% совсем мало. Очень маленький процент, да, очень маленький процент, и хочу подчеркнуть важность, да, этого, потому как каждая первая мама, которая приходит ко мне на консультацию, я их провела уже более 700, все приходят с диким чувством вины, и все винят себя в том, что она что-то сделала не так, возможно, там, какие-то действия не такие совершала, но на самом деле, скажем так, большая часть причин находится в самом ребёнке, потому как питание — это один из самых сложных процессов, который происходит с каждым человеком, да, в этом процессе задействованы все органы, все мышцы, задействованы сенсорные системы, задействовано абсолютно всё. Если у ребёнка явно выражены проблемы с питанием, это такой красный флажок, это повод задуматься о том, что, возможно, в организме ребёнка работает что-то не так. Супермама Таня расскажет нам про правила безопасного прикорма, как правильно сварить, нарезать и подать, чтобы ребёнок был в безопасности. Итак, начнём со свежей моркови. Дети её, как правило, любят. Родители дают малышам вот в таком цельном виде морковь для того, чтобы ребёнок смог спокойно почесать дёсна. Но это опасно, причём не только для малышей, но для детей до 3-4 лет. Есть риск удушья. Лучше предложите в отварном или запечённом виде порезанную на брусочки или на тёртую на тёрке. Следующий продукт – это сыр. И здесь тоже есть важные правила. Детям ни в коем случае нельзя давать мягкие, несозревшие сыры, такие как бри или камамбир, а также сыр с голубой плесенью типа Дорблю. Несозревшие сыры могут содержать в себе бактерии под названием листерии. Лучше отдать предпочтение твёрдому сыру. Убедитесь в том, что он приготовлен из пастеризованного молока. Даже самый безопасный сыр нужно правильно подать. Нарезайте сыр тонкими полосками. У нас на очереди самое зимнее лакомство – это мандарин. Для того, чтобы дать его в качестве детского прикорма, недостаточно очистить только от кожицы. Обязательно нужно проверить на наличие косточек, избавиться от них и от белых плёнок. Один из любимых продуктов малоежек – хлеб. Предлагать хлеб целым ломтиком – ошибка. Так как пшеница – аллерген, вводить хлеб в прикорм нужно с минимального количества. Крупные семена на хлебной корочке могут спровоцировать удушье. Так же, как и мякиш. Во рту малыша может образоваться липкий шар. Лучше предложить нежёсткую корочку. Кстати, о хлебе многим малышам. А родители предлагают бутерброд со сливочным маслом и с мёдом. Здесь тоже сразу несколько ошибок. Мёд детям до года ни в коем случае предлагать нельзя, а сливочное масло нужно предлагать совсем понемногу. То есть намазывать хлеб очень тонким слоем. Яйцо в смятку, пашот и бенедикт для детей до 5 лет – это риск сальмонеллеза. Яйцо должно быть тщательно приготовлено. И подавать его целиком – тоже ошибка. Чтобы избежать риска удушья, нужно разделить яйцо как минимум на 4 сегмента или измельчить вилкой. Маленькому ребёнку нужен образец и партнёр. В процессе еды тоже. Ну а обычно малышей исключают из семейной трапезы и кормят ребёнка до того или после, как уже вся семья поела. Что, к сожалению, приводит к нарушениям пищевого поведения. Разрешить эти проблемы нам сегодня помогает нутрициолог Оксана Карабаджак. Оксана, вот реальная история из жизни. Ежедневное кормление превращается в ежедневный стресс. Мама бегает за ребёнком, усадить его в стульчик невозможно. С этой ложкой по всей квартире, естественно, силы и нервы у мамы заканчиваются. Всё приводит к шлепку по попе, к кормлению через слёзы. Вот можно как-то ребёнка более гуманными способами в этот стульчик и за стол усадить? Или это, в принципе, не так уж и надо? А здесь, вот если мы говорим про такую ситуацию, к сожалению, она очень типичная. Типичная, да? Да, здесь, на самом деле, это повод обратиться за помощью к специалисту по питанию. Потому как здесь необходимо поработать и с тревожностью мамы, успокоить её. Здесь нужно дать чёткую систему и понять, почему ребёнок не хочет садиться за стол. Здесь нужно рассказать маме о том, какие бывают стратегии и как можно организовать трапезу для того, чтобы это было с минимальным стрессом. И для ребёнка у него тоже бывают иногда на это свои причины, и для мамы в том числе. Ну, хоть одну стратегию нам скажи, Оксан. Хотя бы одну стратегию. Ну, вот если про усадить стульчик, да, на самом деле, ребёнок где-то в возрасте около одного года, они начинают очень активно осваивать ходьбу, да. И вот они тренируются, за стол они не хотят, они либо ползают, либо ходят вокруг мамы. Вот можно такого ребёнка, опять же, в качестве исключения, на какой-то непродолжительный период можно кормить стоя. Опять же важно помнить о том, что бегать с едой, да, мы вот строго-настрого запрещаем. Это опасно, очень высокий риск удушья, да, когда ребёнок бегает, прыгает с куском еды во рту, да, либо там смеяться за столом, разговаривать, да. Вот какие-то такие вещи мы, конечно же, учим с самого начала. Но если ребёнок хочет спокойно просто постоять, да, возле мамы и спокойно поесть, мы можем сделать такое исключение. Опять же здесь зависит от возраста ребёнка. Но мне кажется, он бегает не потому, что хочет побегать, а потому что именно убегает от процесса кормления. То есть она за ним бегает с ложкой, догоняет его, чтобы эту ложку в рот вставить. Ну, это такая схема не работает. Рано или поздно мама устает от того, чтобы бегать с ложкой, да, поэтому я рекомендую, опять же, понимать, почему вот конкретно этот ребёнок не ест, и совершить ряд шагов для того, чтобы и перестать бегать с ложкой, потому что эта система неэффективная, недейственная. Она очень утомляет всех участников трапезы, и маму в том числе. Вот. Нужно в каждом конкретном случае разбираться. Не бывает единой какой-то схемы, которую можно было бы применить абсолютно ко всем детям. Потому как, это, знаешь, всё равно, что сравнить тюльпан, кактус, например, и какую-то орхидею, да. У всех одинаково поливать и кормить. На самом деле все разные. Вот так же и с Малаешкой, да. У каждого конкретного ребёнка будет свой набор тех самых причин, будут свои особенности, почему он таким стал, да. И наша задача как можно скорее выявить эти причины, да. Вот тут принципиально важно понимать как можно скорее, потому что питание — это такой маркер, который помогает определить причины, чтобы достигать как можно скорейших результатов и избегать в будущем более серьёзных проблем с едой, да. То есть чем старше становится ребёнок, тем сложнее себя с ним вести, тем больше закапываешься в этом узком рационе, тем сложнее становится ситуация вокруг, да. И ребёнку сложнее пробовать новое, включаться активно в трапезы, да. То есть там много очень есть таких интересных моментов. Поэтому если ребёнок очень плохо ест, если для мамы уже это катастрофа, проблема, и она уже не знает, куда себя девать, я искренне рекомендую обратиться за помощью к консультанту, который поможет на ранних стадиях. На ранних стадиях это всё намного быстрее и проще корректируется, исключить эти проблемы и в будущем уже не допускать ошибок и знать, как себя вести конкретно со своим малышом. Вот тут чуть-чуть уже затронула, Оксана, тему того, что дети боятся пробовать новую еду. И такой вопрос действительно часто мне задавали родители, подписчики маминой школы. Вот это действительно что-то опасное, что у него есть определённый какой-то набор продуктов, он его ест без скандала, все спокойны, всё нормально, или всё-таки мама должна сделать усилия и расширить его рацион и каким-то образом вводить. Но он не хочет, он прям, я не люблю такое, ну ты ж никогда не пробовала, я не люблю, даже не предлагайте. Да, это пищевая неофобия. Мы говорим сейчас о процессе, который затрагивает каждого второго ребёнка в возрасте полутора-двух лет. И потом, опять же, с некоторыми детьми пищевая неофобия остаётся и дальше, у некоторых она проходит, да, то есть тут тоже зависит конкретно от индивидуального ребёнка. Чем страшна пищевая неофобия? Тем, что если оставить всё на самотёк, да, есть такой распространённый миф, да, он перерастёт, да, да, ничего страшного, мы знаем, вот он это ест и, ну, так, да, то есть это всё исправится как-то само собой, или пойдёт в садик, начнёт есть, да. Это всё не работает, с ребёнком нужно продолжать пробовать вводить новые продукты, никогда не сдаваться, пробовать разные формы, способы подачи, пробовать продукты в разных консистенциях, потому как у нас ещё до сих пор существует такой миф, что завтрак без каши и суп, и обед без супа как бы не существует, да. Но на самом деле важно помнить о том, что главное в рационе ребёнка — это пищевые группы, да, и те же злаки мы можем подать в виде цельнозерновых макарон, это могут быть вафли, это могут быть какая-то выпечка, блины из гречневой муки, то есть огромная вариация решений. Ну то, что ты сейчас перечисляешь, макароны, вафли, блины, там, это они всё едят отлично, а вот как подать, не знаю, морковку варёную, брокколи, мясо, рыбу? Рыбу вообще категорически есть не хотят эти дети. Их что, тоже в какую-то форму вафли, что ли, вставлять, чтобы выглядело как будто сладенькое? Ну, как будто сладенькое, то есть тут уже такой идёт вопрос, как бы перехитрить малыша, да, я советую честно рассказывать, что мы едим, что мы пробуем. По поводу белка ситуация следующая. Да, действительно, многие дети отказываются от мяса, от рыбы из-за консистенции, тоже по ряду причин. Здесь важно понимать всегда совокупный рацион, то есть что ребёнок ест у нас в течение недели, какие у него есть продукты, потому что мясо, например, тоже можно заменить субпродуктами, можно заменить морепродуктами, можно включить в рацион яйца, сыр, творог тоже являются высокобелковыми продуктами, да, то есть тут можно предлагать другие продукты, которые взаимозаменяемы, да, в одной пищевой группе. Это первый момент. Второй момент. Мы помним про то, что детям нужно очень много попыток для того, чтобы полюбить тот или иной продукт. Кто-то говорит 10, кто-то говорит 15, кто-то говорит 40, но на самом деле это может быть и 100, и больше, поэтому главное правило — никогда не сдаваться, нужно всегда продолжать предлагать и работать над тем, чтобы всё-таки рацион ребёнка не сужался, да, потому что когда начинается сужаться… Я просто часто говоришь, а у меня, знаешь, в воображении рисуют картину, предлагать сто раз. Мне самому при нём очень аппетитно есть брокколи, или сегодня брокколи у меня кружочками порезаны, завтра соломкой, послезавтра треугольничками, или, ну, вот какие-то другие способы, я не знаю, может посмотреть фильм про то, что брокколи очень полезные. Что делать? Да, вот всё, что ты перечислила, можно, да, опять же, исходя из возраста ребёнка, это всё хорошие способы, которые в такой долгосрочной перспективе, при суммарном соблюдении как бы всей стратегии работы с ребёнком, да, то есть что-то одно не работает, всегда работает система. Однозначно личный пример, да, если мама не ест, не любит брокколи по каким-то причинам, да, не следует себя заставлять и ребёнка заставлять, да, выберите в группе овощи и фрукты те продукты, которые вы любите, ешьте с удовольствием, да, то есть самое главное, ключ к здоровью – это разнообразие цветов, пищевых групп, продуктов, форм, консистенции и так далее. Есть такие дети, Оксана, я их тоже вот своими глазами видела, которые едят, один эксперт мне тоже недавно такую фразу сказал, едят только хлеб с хлебом, то есть, допустим, ест только макароны, или ест только пельмени, или ест только вафли и кефир, и вроде бы мама понимает, что это ужасно, что два продукта в рационе ребёнка – это катастрофа, но поскольку ничего другого он есть не хочет, ей приходится давать хоть что-то, чтобы его ветром не уносило, и получается вот такой замкнутый круг. Он голодный, съел вафлю и кефир, уже не голодный, как бы ничего другого ему уже не надо, и выйти из этого круга никак не получается. Есть какие-то способы? Способы есть, да, действительно. Проблема таких детей – это проблемные едоки, у которых уже при ограниченном рационе в длительной перспективе у них уже возникают потенциальные дефициты. И вся история в том, что когда у ребёнка есть дефицитное состояние, у него физиологически аппетит у него снижается, то есть он есть хочет ещё меньше. Поэтому работать с такими детьми нужно. Возможно, понадобится группа специалистов, а не один человек. А какие могут быть дефициты, Оксана? Вот приведи пример каких-то витаминов. Ну, например, железо элементарно, да, очень популярный, такой распространённый, дефицит. То есть ты хочешь сказать, что ребёнок, которому не хватает железа, будет отказываться от мяса? Да, совершенно верно. Странный ребёнок, вроде бы природой заложено, да, самосохраниться, не умереть от голода, но почему-то ты отказываешься как раз от того, что тебе нужно для того, чтобы жить здоровым. Да, так бывает. Ну, например, там ребёнок родился раньше срока, да, это дети в группе риска по анемии. Ну, то есть ряд различных бывают сопровождающих факторов, когда действительно, да, у ребёнка может быть анемия, и это один из факторов, почему он может плохо есть, либо почему у него плохой аппетит. У меня в практике был случай, когда три года назад ко мне обратилась за консультацией мама мальчика, ему было два года и три месяца, и его рацион состоял из ряженки. Вот этот мальчик пил в течение дня литр ряженки, и всё, больше ничего. Вот после трёх лет, месяц назад, она написала мне о том, что Оксана, мой сын, ест абсолютно всё. Ну, вот это такой пример, когда действительно можно выйти из самой сложной ситуации. Казалось бы, ну, просто невозможно, да, разорвать этот замкнутый круг. Ну, вот есть живой пример, и у меня в блоге «Мама, хочу кушать» есть очень много кейсов, где я показываю до и после, и тем самым вдохновляю других мам, и рассказываю, что из любой ситуации можно выбраться. Главное – действовать, не опускать руки, не слушать никого, да, ну, не оставлять это всё на самотёк, а продолжать работать, и обязательно будет результат. И вот ещё одна реальная ситуация из жизни. Ребёнок, как только садится за стол, сразу же начинает жаловаться на боли в животе. Живот действительно болит, или ребёнок таким способом пытается ускользнуть из-за стола. Разберём этот вопрос с гастроэнтерологом. Ребёнок регулярно жалуется «болит живот». Если жалобы не проходят после изменения режима питания, когда мы предлагаем сесть за стол вовремя, диетологической коррекции, когда мы убираем условные чипсы газировку, если он хорошо пережёвывает пищу и не переедает, если ребёнка не отвлечь, всё равно больно, нужно идти к врачу, который, возможно, предложит исследование пищеварения, пищевода, желудка и кишечника. Бояться ЭГДС как бы не имеет смысла. Это в нашем с вами детстве. Это была вот просто чуть ли не сгибаемая какая-то труба, которую туда вроде каким-то образом засунули, и как-то надо с этим жить. Сейчас это исследование происходит совершенно по-другому. Что даст такое исследование? Во-первых, станет понятно, инфицирован ли ребёнок хеликобактером. А во-вторых, поможет подобрать лечение, которое подойдёт конкретному малышу, чтобы не бить ненужными лекарствами, как из пушки по воробьям. Без какого-либо лечения патология, в принципе, желудочно-кишечного тракта, когда есть структурное нарушение, она, в принципе, сама не проходит. Такие боли без лечения, во-первых, не проходят, во-вторых, они усиливаются. Все жалобы на боли в животе имеют связь с едой. Но мы не можем не кормить ребёнка, пока всё само заживёт и наладится. Поэтому важно заметить, когда начинает болеть. До еды, после еды. Когда голоден, через время после еды. И сообщить об этом врачу. До еды, да, стопроцентно болит. То есть голодные боли – это патология непосредственно в желудке. Ощущение какого-то жжения после еды, после начала приёма пищи и по окончанию приёма пищи. Если вот где-то вот тут начинает болеть, то это патология связана с пищевым, то есть это рефлюксные какие-то изменения. После, да, вот когда мы уже поели прилично, где-то через 20 минут, то это уже ниже. То есть это где-то в 12-перстной кишке проблемы. 99% брюшной полости у человека занимает кишечник. В большинстве случаев патологии у детей связаны именно с ним. И вот подсказка родителям. Гастроэнтеролог Олег Лысенко показывает, где что болит. На два пальца ниже соска. И вот от этой границы вниз до эпигастре в среднем у человека находится желудок. Печень у нас находится, да, полностью она спрятана в правом потребьере. У детей она может поступать в среднем где-то за потребьер на один палец. Но, скажем, не обученный человек не так просто найдет печень. Но печень и не болит. 12-перстная кишка в среднем там, да, находится где-то по средней линии. Поджелудочная железа, она у нас там уже спрятана слева, вот, но она где-то в толще. Поэтому когда у нас проблемы с поджелудочной железой, то есть панкреатит у нас есть, у нас чаще всего опоясывающий характер боли, то есть болит со спины, с переходом на живот. Еще важный момент – ребенка любого возраста легко заразить хеликобактером, который будет причиной боли. Если облизывать его ложку, пустышку и есть из его посуды, тарелка, чашка и приборы у ребенка должны быть свои. Уже все знают, что насильственное кормление недопустимо. И таким способом можно нанести ребенку психологическую травму на всю жизнь. Как кормить детей без давления, без угроз и без нервотрепки, нам сегодня рассказывает автор проекта «Мама, хочу кушать» Оксана Карабаджак. Оксан, вот мы про еду сегодня говорили, а есть дети, которые ничего не хотят пить. Точнее, уточню, соки сладкие они пьют, воду пить отказываются. Это важно? Да, конечно. И, скажем так, водный баланс, поддержка водного баланса является такой тоже неотъемлемой составляющей здорового рациона каждого человека, не только ребенка. Очень распространенная такая история, когда у мамы нет времени тоже выпить воду. Поэтому я всегда спрашиваю мамы, а вы вспоминаете про воду? Есть ли у ребенка пример мамы со стаканом воды, который она пьет с удовольствием? Да, совершенно верно. Расставить емкости с водой для того, чтобы не забывать, внедрить эту привычку новую в свою жизнь. И таким образом можно потихоньку включить больше воды в свой рацион. По поводу соков, тоже тут такая интересная параллель можно провести, потому как дети, которые пьют только соки и больше ничего, обычно это такие классические малоежки, с которыми я часто работаю. Потому что ребенок, который пьет сок, давайте вот так, да, по-другому расскажу. То есть сок – это напиток, который содержит калории. То есть все, что не вода, это еда. Поэтому сок – это, скажем, такой продукт, который очень быстро усваивается, который полноценно ребенка не насыщает. И через какое-то время ребенок опять может хотеть есть. То есть он полноценно не поел сок, ну, как бы перекусил, да, если можно так выразиться. То есть что-то он там получил, какие-то калории, но не до конца. И вот такой тоже у нас замкнутый круг. Все время что-то хочет либо есть, либо сок попить и так далее. К чему это приводит? Это может приводить на постоянной основе, да. Опять же, там иногда сок – это не проблема, но на постоянной основе это может приводить к тому, что у ребенка вырабатывается очень плохая привычка пить сладкие напитки. Сладкие напитки – это риски и ожирения, и это риски… Кариеса. Да, всевозможных там и диабет второго типа, да. То есть, ну, опять же, если это много, если это долго, да, не хочу пугать. Я всегда стараюсь, наоборот, маму успокаивать, да, не запугивать лишний раз. То есть это мы говорим про долгосрочную перспективу использования, да. Оксан, если ребенок говорит «я не голодный», вот мой сын эту фразу мне произносит постоянно, можно ли ему верить, что он действительно не голодный, отстать от него, не кормить его, или, может быть, все-таки есть какие-то признаки, по которым можно определить, пора уже обедать или нет? Это тоже от возраста зависит, потому как если ребенок подросток, то это может быть способ увильнуть, да, от трапезы и заняться чем-то более важным, на его взгляд. Вот, но в целом, в целом, очень хороший вопрос ты задала, потому что тема доверия, и, скажем так, когда мы прислушиваемся к детям, когда мы прислушиваемся к их чувствам, голодные они, сытые они, да, хотят они это, не хотят, это очень такая важная тема, которая, скажем, если бы было больше информации об этом, мне кажется, пищевого насилия было бы намного меньше, да, потому что у нас почему-то до сих пор принято, ну, заставлять доедать там до последней ложки, да, как-то уговаривать, развлекать и так далее. А на самом деле ребенок может быть действительно либо наелся, либо он не голоден, либо ему не хочется есть, ну, какие-то у него есть сенсорные предпочтения к текстуре еды, да, там, либо там те же вот про малышей, да, если мы говорим, им очень быстро надоедает пюреобразная еда, да. А мама блендером там ее изо всех сил. И в восемь, и в девять продолжаем одно и то же, да, и мама мне пишет, видит ложку, плачет, ну, отказывается, отворачивается, даже пробовать не хочет. Ну, дело же не в ложке, то есть дело не в том вкусе, который мы предлагаем, а дело в том, что просто еда в ложке уже надоела, да, хочется что-то новое попробовать. А мамина еда, кстати, может вообще, в принципе, ребенку надоест? Я просто знаю детей, которые едят с удовольствием у бабушки, едят с удовольствием в детском саду, даже столовскую какую-то еду они любят, а у мамы не едят. Ну, такое тоже бывает, кстати. Такое тоже бывает. Опять же, все очень индивидуально, зависит от каждого конкретного ребенка и от мамы. То есть тут очень индивидуально все. Такие ситуации тоже бывают. Ну, что с этим делать? Просто мама в этот момент чувствует себя ужасно. Мой ребенок у меня не ест, мой ребенок худенький, это значит, я плохая мама, я плохо готовлю. И, конечно, начинается тут вот эта вот нервотрепка, и уже никто никого не спрашивает, голоден ты или не голоден, уже в тебя впихивают силой. Ну, на самом деле здесь необходимо перестать сравнивать своего ребенка с другими детьми, потому что мы все разные, мы все живем в разных условиях, у нас у всех различные возможности приобрести те или иные продукты, у нас те или иные пищевые предпочтения, у нас тот или иной режим питания, мы всем, в принципе, отличаемся, да, поэтому, опять же, индивидуальные особенности малыша тоже очень важно, да. То есть ты имеешь в виду, что смотрим по ребенку, если он бодрый, подвижный, если он нормально спит, если он выглядит, да, его ветром не уносит, но при этом он худенький, ну, бегает, да, то, значит, с ним все в порядке, и не надо делать из него толстого, сравнивая с соседским, который там имеет красивые щеки. Совершенно верно, даже полный ребенок тоже, ну, сейчас, да, вызывает вопросы, скажем так, вызывает, да, опасения, потому как тема проблемы ожирения, да, тоже очень популярная, и многократно растет за последние, там, десятилетия статистика, ну, очень печальная, да. Хорошо, Оксана, смотри, вот мы с тобой затронули тему о том, что для мамы порция, и вот, которая ей кажется правильной, и порция, которой достаточно ребенку, это разные порции, может, есть какое-то вот визуальное, там, с кулачок, с пальчик, что-нибудь, да, и вот к чему привязаться, чтобы не перекармливать? Да, есть, совершенно верно, все современные диетологи в последнее время придумали новую систему оценки, ну, как она уже не новая, для многих родителей она новая до сих пор, оценки количества еды через принцип ладони, да, то есть мы всегда ориентируемся, взрослые ориентируются на свою взрослую ладонь, да, еда для себя, а для ребенка смотрим его детскую ладошку, да, не свою взрослую, большую, да, маленькую детскую ладошку, то есть для ребенка в годик примерно, да, опять же, диетологи Великобритании рекомендуют примерно суточный рацион, пять ладошек овощей и фруктов в сутки, одна порция, это примерно два помидорчика черри, да, или это, например, половинка киви, да, ну, вот это примерно одна порция так выглядит, пять порций злаков, злаки, это могут быть каши, это могут быть вафли, хлеб, макароны и так далее, за день, да, там, как мы сегодня говорили, да, две порции белка, это мясо, рыба, яйца, субпродукты, морепродукты и так далее, для вегетарианцев это три порции белка, это бобовые, фасоль, чечевица, да, в различных вариациях, нут в виде муки, в виде зерна, вот, и три порции молочных продуктов, это у нас все йогурты, творожки, сырники и так далее, и так далее, вот примерно такой кориентир. Ориентир. Это за день, но много, много, мне так показалось. Детская ладошка, да, не взрослая. Ну, как по мне, да. Можно немножко больше, можно, ну, то есть, иногда это может варьироваться, это примерная, да, такая общая рекомендация. Опять же, если у нас детки, там, в год, например, с разным весом, да, и разные они по своей физиологии, то, конечно же, для более маленького ребенка будет ориентир на его кулачок, для более крупного ребенка будет ориентир на его кулачок, да, то есть примерно, то есть весы выбрасываем, калорий не считаем, это все уже не нужно, да, примерно на глаз смотрим. Опять же, ребенок может не доесть, это тоже нормально, да, потому что детям от природы достается очень классный механизм самонасыщения, который помогает им, это проценсорные внутренние системы, да, понять, почувствовать голод, почувствовать аппетит, почувствовать насыщение. И вот взрослые, когда заставляют доедать до последней ложки, давай ешь, да, там, уговаривают как-то, мультики включают, они ломают этот механизм на самом деле, и ребенок все хуже и хуже слышит самого себя, да, достаточно ли я наелся, может быть, мне там хватит, либо не хватит. То есть он и голод, и голод перестает чувствовать, если сломана эта система, да? Понятно. Хорошо, Оксана, опять же, да. Оксана, давай вернемся вот к тем детям, которых ты называла проблемные едоки. Вот, я так поняла, там уже самостоятельно маме сложно будет справиться, и ты сказала, что нужно обязательно обращаться к консультанту по пищевому поведению, а врач нужен? Вот, может, надо проверить ребенка на гастрит, может быть, у него там что-то с желудочно-кишечным трактом, и поэтому он плохо ест? Да, однозначно помощь нужна, квалифицированная, и я скажу даже больше, если мы говорим про проблемных едоков, то нам нужна группа специалистов, скорее всего, в большинстве случаев, потому что, как я уже сказала в самом начале, питание — это очень сложный процесс, который затрагивает все сферы жизнедеятельности ребенка, да? Возможно, понадобится психолог, да, арт-терапевт, который будет помогать бороться ребенку со страхом рвоты либо удушья, да? Возможно, нам понадобится гастроэнтеролог, который обследует свою часть. Обращаться только к одному доктору, да, то есть, часто на практике бывает так, что мама идет к врачу и там обследует какую-то часть, но доктор, который работает узко в своей нише, он может не увидеть другие сферы, которые тоже могут влиять на плохой аппетит ребенка, поэтому лучше всего обращаться к специалисту, который разбирается во всех этих тонкостях и нюансах для того, чтобы собрать полную картину, да, не только вот с врачебной стороны, да, то есть иногда бывает так, у ребенка там выявили анемию, да, то есть ей необходима помощь гематолога, необходим курс лечения, потому что, тоже важно скажу, анемия продуктами питания не лечится, она лечится исключительно препаратами на протяжении определенного периода времени и потом очень желательно сделать скрининг повторный, посмотреть, помогло ли это лечение, да, то есть тут все должно быть под контролем и под наблюдением врача. И когда мы видим картину целиком, да, как у нас с моторным развитием, как у нас с психологической стороны, как у нас с сенсорными особенностями, да, бывают детки, у которых отвращение к определенным текстурам, да, с этим всем можно работать, но нужно конкретно понимать, какой у нас ребенок, какая у него история, как он стал малышкой, что было до этого, да, потому что бывают детки с историями, там, операции делали, да, либо там еще какие-то сложности, вот здесь однозначно нужна группа специалистов. Спасибо, Оксана, и за информацию, и за то, что помогаешь родителям найти со своими детьми общий язык и перестать ссориться за столом. Спасибо большое, спасибо за приглашение, возможность поделиться информацией, я всегда рада. А у нас еще есть несколько минут, и мы их потратим на рецепт о супермаме Кате. Она покажет, как готовить сердечные булочки. Привет, это Катя. Сегодня предлагаю приготовить ароматные коричные сердечки с сахаром. Идеальное лакомство к любому напитку горячему, особенно актуально сейчас зимой. Идеальное лакомство для этого супербыстрого угощения нам понадобится немного корицы и сахар. Можно взять готовый пакетик сахар с корицей и посмотреть, насколько там концентрация корицы и сахара подходит для нашего десерта. Если корицы будет маловато, то мы добавим дополнительно. Очень даже симпатично выглядит. Аромат по-настоящему праздничный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти чудесные булочки с сахаром идеально подходят к горячему кофе. Они оказались чрезвычайно простыми в приготовлении и очень вкусными. Друзья, поддержите проект «Мамина школа» лайком и подпиской на Ютюбе. Задавайте вопросы и предлагайте новые темы для выпуска в Инстаграме. А мы с вами увидимся через неделю и будем растить здоровых и счастливых детей вместе.